Шалом, православные! Витаю, католики, солнце у хату, дорогие соотечественники! Сегодня, готовясь писать для вас Smart News, мы с Кириллом весь день мониторили новости политических обозревателей, военных специалистов, кто где, в какой стране, после встречи с кем, что-либо сказал или сделал. И вот к какому выводу мы пришли. Всё, что сегодня происходит в инфопространстве, это такой театр абсурда, это такой белый шум, разобраться в котором сегодня не просто не под силу никому, ну, во-первых, никто не обладает стопроцентным медиаресурсом, который вот прям всё знает и видит. А всё то, что сегодня происходит, это забалтывание, блеф и попытка из вот этой каши вычленить хотя бы что-то разумное, доброе, вечное людьми, которые пытаются работать более сдержанно и более взвешенно. Проблема в том, что каждая фраза, сказанная сегодня любым из политиков либо аналитиков, с учётом событий либо чего-то происходящего завтра, может уже не значить ничего. Но это не значит, что не нужно ничего говорить и ничего делать, потому что, естественно, в ситуации, когда весь мир стоит на ушах, вам нужна информация, вам нужны переводы с эльфийского, чем мы тут, собственно, и занимаемся. Но только перевод с эльфийского подразумевает нечто достаточно простое и понятное. А сегодня ни простого и ни понятного в инфополе нет, потому что всё то, что происходит со стороны Востока и Запада, одновременно встречает противодействие внутри любой из сил. Примером тому может послужить администрация Байдена, в которой голос есть и у Блинкина, и у Салливана. Салливан, да, мы знаем. Путин Ферштейн – товарищ, который постоянно толкает Джо Байдена на какие-то непонятные заявления, после чего мамзель Псаки приходится срочным образом выходить в эфир и объясняться, что Байден не то имел в виду, вы неправильно поняли. И Блинкин, который как раз-таки стоит на стороне добра, но тоже встречает противодействие с другой стороны среди своих же. То же самое, кстати, есть и в белорусском протесте, если вы заметили, и в Ебать-Кастане. Хотя Ебать-Кастан максимально сплочён по сравнению с силами оппозиции. То же самое происходит и в России. Но то же только с той разницей, что в медиапространстве силы Кремля максимально сплочённые и максимально, конечно же, примитивные. Но, тем не менее, сейчас знаете, о чём хотелось бы поговорить с вами сегодня? Не о том, что, скажем так, Россия нарушает все правила дипломатии, и Лавров обещает придать гласности документы, которые переданы им, американцами, в закрытом режиме. Тем более, что они это уже делали, поэтому с них станется. Сегодня хочется не говорить об упортости Путина, который спит и видит, как в очередной раз восстановить Советский Союз. Не о хитростях Китая, который сидит и наблюдает, вместе с мусульманским, кстати, миром, как братья-славяне сейчас друг друга перемочат. Сегодня я хочу, чтобы вы представили то, что может произойти. Не факт, что произойдёт. Просто тревожные новости прилетают с белорусской стороны, с земли, как мы говорим, по поводу ситуации вокруг аэродрома в Лунинце. Это Брестская область. Это самая опасная для Украины точка на территории Беларуси, где, по некоторым разведданным, уже размещена российская техника, в зоне поражения которого уже находится Киев. Как говорится, за что купили, за то и продаём. Много, конечно, металлолома тянут под видом учений на территорию Беларуси. Всё это больше напоминает оккупацию, которая, собственно, и является. Учения объявлены с 10 по 20 февраля. После чего Россия заявляет о том, что будет выводить российские войска с территории Беларуси. Давайте представим себе, что будет, если они не выйдут. И что будем делать мы? И чем на нас это может отразиться? Ведь смотрите, если вдруг по территории Украины, со стороны лунинца, то есть с территории Беларуси, что-то полетит, то, как вы понимаете, аккуратно минуя хижины мирных граждан, Украина бороться с этим источником опасности тупо не сможет. И из меня невеликий военный эксперт. Вы же знаете, я никогда не претендовала на то, чтобы им быть. Но давайте посмотрим цифры. Численность российской армии – миллион. Ну, это прямо на всю матушку Россию, на все горячие точки. Численность украинских вооружённых сил – 250 тысяч. И как бы, чтобы очень быстро завоевать Украину прям целиком и осуществить полномасштабное вторжение, а здесь я готова согласиться с Андреем Уларионовым, который по этому поводу уже много раз говорил одно и то же, нужно где-то порядка полумиллиона российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной. А это значит, что оголяется вся остальная Россия. И на это Москва не пойдёт. Там китайцы уже будут сидеть и ручонки потирать. Да полсибири заговорит по-китайски через две недели после такого пердюмонокля. Поэтому мало кто из экспертов верит в сухопутное вторжение. Да, возможно, какие-то провокации в очередной раз на территории ЛНР-ДНР, так называемых. Весь эта возня вокруг минских соглашений, на которые пытаются прогнуть Украину, но мы уже знаем с вами, что Украина на них не прогнётся. Это не обсуждается, это нарушает целостность Украины, и это противоречит украинской конституции. Поэтому какие ещё варианты могут быть в этом случае? Авиаудар с территории Беларуси. И в этом смысле вопрос будет стоять только в том, насколько быстро вооружённые силы Украины доберутся до этой точки опасности. Это не сценарий. Это возможный вариант сценария. Да, ситуация очень напоминает ситуации в Европе перед Второй мировой. Вот эта вот фраза «невмешательство». Да? Как же мы что-то можем? Это же вмешательство во внутренние дела другой страны, в демократическом мире. Оно, с одной стороны, правильное, да, конечно. Так выработаны все, так работают демократические институты. А с другой стороны, мне очень напоминает это, когда вашего друга в подворотне. А вы в белой рубашечке стоите рядом и говорите, ну я не могу вмешиваться, потому что это его разборки. Я не могу в внутреннюю его жизнь вылезать. А бандиты могут. А авторитарные режимы, которым на всё насрать, делают это регулярно и с удовольствием. И это уже даже не вопрос судьбы Украины или Беларуси. Это вопрос в целом судьбы многих стран, которые находятся не в слишком большом отдалении от России. Я не знаю, насколько близко, либо далеко какое-либо серьёзное событие, за которым последуют первые необратимые выстрелы. И будет ли это вообще. Потому что мы все надеемся на то, что сейчас происходит в этом мире неразмерами. Русские дразнятся и с танкой кричат, вот мы вам сейчас покажем. Американцы очень боятся ошибиться, тем более, что и Байдена рвут на части. Европа, как обычно, в глубоком переживании потери аппетита. Китай ждёт, когда этой ситуацией сможет воспользоваться с наибольшей для себя выгодой. Ничего личного. Ну и Беларусь в центре всего этого конфликта, по земле которой во все века туда-сюда ходили разные армии разных стран. И здесь вопрос уже даже не в том, что полоумного деда надо убирать. И я в очередной раз говорю тем офицерам, товарищам майорам, которые обязаны меня смотреть и слушать, а потом строчить свои отчёты, вы в состоянии предотвратить большую беду, чем уже есть на самом деле. Не выбирают ракеты, летящие с территории Украины. По российской технике кто из вас за Лукашенко, против Лукашенко, за протест? В душе не *** вообще, за кого он? Ну как бы я ж только выполняю приказ. Ракеты вообще не разбираются. Мне кажется, сегодня нам всем пора начинать антиоккупационную и уже антивоенную работу в инфопространстве. Когда ружьё в спектакле, в первом акте уже висит, оно обязательно выстрелит во втором. Вопрос, как долго продлится первый акт. И вот если до антракта режиссёр всех этих событий не дотянет, то, может быть, и ружьё можно будет успеть снять. Варианты провокаций, которые могут устроить россияне с территории Украины, их очень много. Возможно, даже для этого свозится частично вот этот металлолом, из которого в какой-то момент не жалко будет устроить Перл-Харбор. А потом в ответ шибануть по Киеву. Мои дорогие соотечественники, и протестующие, и ебатьки, и долбанный ОМОН, и самое главное, те, кто стоят во главе армии, МВД, КГБ. Если вы считаете, что вы самые умные и вы отсидитесь в бункере, то так не будет. Потому что вас, как людей, которые знают слишком много, тоже отправят умирать за родину, в случае чего. В бункере отсидится только один дед с семьей и приближенными. Вам напомнить, как всех в свое время сливали? Начиная от преданнейшего втюрина, чижа, милого финансиста Арбузова, кто там у нас еще из таких знаковых, которые стояли рядом и жопу вытирали диктаторам и их детям. Хоккейная раздевалка сильно редела каждый год. Вы что думаете, если шо, то будет по-другому? Вас сделают крайними за то, что вы что-то пропустили. И у вас еще есть время что-то поменять. Вы поймите меня правильно, дорогие мои соотечественники. Страшно не только то, что к нам сюда, в Киев, могут прилететь ракеты и бомбы. Страшно то, вдвойне страшно то, что прилететь они могут с нашей Родины, из Беларуси. У меня все. в Киеве. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова